Глубоковажаемый президент, глубоковажаемые коллеги, глубоковажаемые слушатели, воспользовавши блестящей возможностью, мы хотели бы от имени научно-исследовательского института рассказать вам, что у нас сейчас проводится клиническая пробация об индивидуализации тактики лечения на основе определения мутации Т7090М как маркера резистентности к прецизионной, высоко прецизионной таргетной терапии гена ИДЖФР в плазме крови у больных, ИДЖФР позитивным немелкоклеточным раком легкого при прогрессировании заболевания. В рамках клинической пробации это исследование было инициировано РОНС имени Николая Николаевича Блохина. Мы сейчас активно набираем пациентов. Актуальность данного исследования не вызывает сомнений, поскольку внедрение в клиническую практику молекулярно-генетического тестирования мутации ИДЖФР, в том числе мутации Т790М, ответственная за развитие резистентности к терапии ингибитором тирозинкиназа. И научная новизна, безусловно, заключается в использовании плазмы для проведения молекулярно-генетической диагностики. Больные ИДЖФР позитивным немелкоклеточным раком легкого, у которых зарегистрировано прогрессирование заболеваний на фоне терапии ингибитором тирозинкиназы, афотенибом, препаратом второго поколения. А мы, безусловно, присутствуем во время активного прогресса, во время активного развития лекарственной терапии, в том числе немелкоклеточного рака легкого, о чем в своем докладе блестяще нам рассказала Нина Алексеевна и все предыдущие докладчики. И у больных с прогрессированием на фоне терапии афотенибом метастатического немелкоклеточного рака легкого безусловно определяется мутация в плазме, мутация Т790М. Затем, если такие пациенты есть, и у них в качестве первой линии зарегистрировано прогрессирование на фоне афотениба, в рамках клинической апробации больным проводят стандартные химиотерапии и происходит возврат к ингибиторам теразинкиназы, в частности гифотенибу, при отсутствии мутации Т790М, которая свидетельствует о резистентности. И если такие подобные пациенты есть, у которых есть в качестве первой линии прогрессирования на терапии афотенибом, то мы готовы включать таких пациентов, направляйте, пожалуйста, к нам, и будем включать в клиническую апробацию. И на правах председателя, позвольте выразить глубочайшую, признательно всем докладчикам, за их, вот, понимаете, когда мы готовимся к докладам, мы переживаем этот доклад, мы включаем все наши знания, мы хотим поделиться этим опытом. И настолько это вот чувствовалось в сегодняшних докладах, поэтому глубочайшая признательность еще раз всем докладчикам, Светлане Анатольевне Проценко, Семеновне Игоревне, Карасева Нина Алексеевна, которая провела только что комиссию и примчалась другого конца города к нам, и поделилась богатейшим опытом применения афотениба у больных и джифар-позитивным немелкоклеточным раком легкого, и радиолога нашего полноценного, желанного члена нашей мультидисциплинарной команды, Новикова Сергея Николаевича, с его блестящим, ярким, наполненной харизмой доклад о возможности таргетной терапии и стереотоксической лучевой терапии олигометастазов немелкоклеточного рака легкого. И это здорово, когда мы присутствуем на вот такой волне, и мы видим, что у наших пациентов есть не только настоящее, а есть будущее, до которого они доживут и будут получать максимально эффективное лечение. Поэтому позвольте поблагодарить всех нас за присутствие на столь замечательном мастер-классе. Спасибо всем! Спасибо! Спасибо! Спасибо!